Министерство спорта Омской области подвело итоги 2022 года. 11 января главные события сезона обсуждались в студии МС. По словам главы ведомства Дмитрия Крикоренца, минувший год был сложным, но в целом успешным. Омские спортсмены продолжали побеждать на крупных стартах. Регион демонстрировал хорошую динамику в двух важных для российского спорта направлениях. За год проведено рекордное за большой отрезок времени количество мероприятий 534, а также возросло число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Мы нашли те силы, те ресурсы, которые позволили нам в 2022 году провести огромное количество спортивных мероприятий. Сейчас у нас возникает уникальная возможность именно посмотреть, как внутри развивается наш спорт, внутри страны имеется в виду, внутри каждого субъекта, внутри каждого района. Первый заместитель министра Иван Колесник назвал 2022 годом открытий. В регионе впервые прошел международный турнир по художественной гимнастике Евгения Кап. Более тысячи спортсменов из России и Республики Беларусь приняли участие в 13-х всероссийских летних сельских спортивных играх. В Омске состоялись три турнира по ММА промоушена Шлеменко файтинг чемпионшип, гонбалисты Скифа завоевали право выступать в Суперлиге, а баскетболисты нефтяников премьер лиги. Открылись сразу несколько крупных спортсооружений. Джидрайв арена, самый большой за Уралом скалодром, крытый каток, сибирский нефтяник. В ближайших планах министерства работа по модернизации СКК Блинова и стадиона Красная Звезда. Мы начнем полномерную работу по созданию спортивной инфраструктуры для футбола. В том числе нам необходимо будет провести экспертизы имеющихся сооружений, которые сегодня есть, того конструктива, который остался некогда очень хорошо заполняемым 18-тысячного стадиона, на котором играл наш футбольный клуб. И дальше смотреть, что это будет, в каком формате, либо это будет новое строительство, либо реконструкция масштабная старого строительства. То есть ряд объектов уже на 23-й год запланирован. Также был затронут вопрос гармонизации законодательства в сферах спорта и образования. С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, регулирующий этот процесс. Наши все спортивные школы наделяются статусом образовательных организаций. Что это означает? Это означает, что теперь наши спортивные школы должны иметь лицензии на образовательную деятельность. Это касается 30, эта гармонизация законодательства коснется 32 спортивных школ, из которых 22 это городские школы, 2 школы из муниципальных районов и 8 областных спортивных школ. С 1 марта начнется реализация не программ спортивной подготовки в спортивных школах, а образовательных программ спортивной подготовки. На работе тренеров это не скажется никак, за исключением того, что теперь все тренеры станут тренерами-преподавателями. Это улучшит условия, как в части повышения заработной платы, потому что тренеры-преподаватели, сфера образования, у них заработная плата повыше, у них станет больше отпуск. В сфере молодежной политики главным событием года стал второй международный форум «Россия – Центрально-Азиатский регион», где молодые лидеры из нескольких государств разработали ряд важных проектов. Редактор субтитров А.Семкин